Друзья, всем привет, всем здравствуйте. После вчерашнего стрима я вновь готов рассказывать вам про танчики, говорить какие плохие, какие хорошие, делиться своим мнением насчет какой-то из машин. И сегодня, ребята, 114 SP-2 будет перед вами. Возможно, кто-то из вас даже не знает, что это за танк. Итак, вкратце, почему вдруг я решил поговорить про этот танк. Ходят слухи, повторяюсь, это еще не подтвержденная информация, что вроде как на Лесте будут скоро контейнеры на 114 SP-2. Конкретно я не рылся в грязном белье разработчиков, не имею понятия, что там они готовят, какие файлы в какой игре у них находятся, на какие контейнеры, на какие танки. Я лишь передаю ту информацию, которая доходит до меня. Кто-то где-то в чате Ютуба сказал, кто-то какой-то ролик выпустил. Когда-то разработчики сами говорили, что да, вроде как будет информация уже в июле по поводу 114 SP-2. Итак, гарантированно содержит, естественно, этот контейнер, который к нам вроде бы должен будет завестись, он будет гарантированно содержать, естественно, бустеры, будет содержать талисман на 114 SP-2, сертификат на свободный опыт и бонус опыта. Ну, как обычно, ребята, мы все с вами привыкли видеть в контейнерах. Если, конечно же, эти контейнеры на какой-то хороший танк, обычно эти награды выше перечислены и попадаются нам. В общем, смысл заключается в том, что вы можете выбить из этого контейнера, естественно, сам танк, камуфляж на него и различные ненужные серые награды. Так вот, сегодня, ребят, не привязывайтесь к тому, что я сказал, что этот танк будет доступен в контейнерах. Может быть, это и не случится летом, а может быть и случится. Я просто хочу поговорить с вами в немножко другом разрезе. Как 114 SP-2 сейчас ощущается в рендоме? Что он из себя представляет? Потому что последний, если вы помните, последний вент на этот танк был достаточно дорогостоящим, и далеко не все вообще поняли, что это такое за танк, что у него за надпись в депо. Так вот, давайте представим, что эти сундуки в ближайшем будущем будут. Так вот, что в этих сундуках будет нас поджидать? Давайте перейдем к техническим характеристикам этой машины. Итак, прочность 2600, броня во лбу башни 290, броня во лбу корпуса 143, в бортах башни 160, в бортах корпуса 90, и в корме и башне корпуса по 90. Но вроде как броня есть, что касается лючков, вроде бы они даже не такие уж и выдающиеся. То есть, в целом танковать можно. Но, повторюсь, ребята, нижняя бронелезнь — это бич всех танков. Итак, урон минуту 2417. Все просто потому, что... Почему вы скажете так плохо? Ну, у меня, ребят, стоит калиброванные снаряды. Так его ДПМ составляет 2599. Просто я думаю, а почему бы не поставить на него дополнительное пробитие? Ну, я буду иметь 268 на ББшке, на кумулях 358. Я уже покатал на этой машине какое-то время, и мне не хватает его пробития. Поэтому пока так. Так, средний урон — 620, ребята. 620 — это очень много. Это практически альфа какого-нибудь там Е100. И даже больше, чем альфа, например, в АК-72 или 60ТП. Итак, сведение 4.7, разброс 0.389. УВН 7. Проблема этого танка заключается в том, что он не настолько хорошо забронирован. Ну, просто на таком, мягко говоря, не слишком точном орудии хочется играть, наверное, вблизи, либо на средних дистанциях. Так вот, если сравнивать с тем же 60ТП, мне кажется, 60ТП танковать будет лучше. Тиг выраженность 12. Ну, в общем, я так скажу, что маневренность, подвижность — не фишка этого танка. Хорошо, давайте посмотрим, что он из себя представляет в боях. Я понимаю, что найдутся люди, которые из 114 SP2 назовут им бой. Это отсылка к прошлому видосу про 116-й. Так. Кумули — это хорошо. ББшки — это еще лучше. 15,4 секунды. Многовато. Но 620 альфа. Ну, вот майор Гром. Ну, немногим он быстрее. Ну, правда, ДП мне. Ну, у него 303 пробития на голде, что мне показалось маловатым. 777 сюда. Ой, ребят. Имба, имба взорвалась. За имбали ее. Что-то, видимо, вот этот вот, ребят, вчера в чате говорил, что это имба. Танкует все. Ну, вот. И поверил в себя. Хорошо. Мне так нравится. Две тысячи тысячи четыреста. Я, по идее, даже соточку, наверное, могу пробивать в башню. Ну, под такими углами нет. Под такими никак. Друзья, что делать-то будем? Нет. Майор Гром. Мы же оба с Питера, мне сказали вчера. Имею уважение. Так. Батик. Подвинься. Либо стреляй, либо не стреляй. Это что-то... Ладно, стой, карауль. У нас счет уже, правда, один-три, ну ладно. И... Хорошо, 578. Ну, вот тот вот альфа. Прям приятно чувствуется. А 480 даже у майора Грома. Она как бы... Ну, 430-го либо летает, ребят. Ну... Не рискну, наверное. Мистер... Я сотый! Так, ты часовой! Ты же должен был смотреть на батчата! Куда ты делся? Ну, вот. Весь план рушится просто. Вы скажете, с какого черта ты так посредственно играешь? Ребят, ну, извините, я на танке без ДПМа. Ой! Вау! А! Ребят, Ковалянов! Ладно. 1-7. Ну, хорошо. Давайте самое интересное, ребят, посмотреть, что там по... А, минус 15. Он не фармит, короче. Ну что, народ, переходим во второй бой. Посмотрим, как 114 СП-2 покажет себя во второй каточке. Надеюсь, хотя бы, что победит. Мне, кстати говоря, камера, по-моему, залагала. Я надеюсь, что первый бой пошел нормально. А вот потом, когда я вышел в ангар, я увидел, что я подзавис. Пришлось перезапускать. Так. Я налево еду. Не, прикольный альфач. Классный. Но, опять-таки, на танкование не рассчитывайте. Может быть, в клинче, да, что-то он и сможет сделать. Ну, по геймплею я вам честно могу сказать, ну... Наверное, как сотка какая-нибудь играется. Как... Ну, 60 ТП поэффективнее в плане танкования. У меня прям ДПМ такой соточный. У меня прям альфа такая. Ну, практически, как у соточки. Я даже, кстати, росточка поменьше. Ёх. 720, мужики. 720. Конечно, это кайф. А ты отстрелял уже или нет снаряды свои? Я могу не попасть в себя, блин. Попал, но не забрал. Обидно. 375. Вот и думай. На два снаряда он или на один? Давай, решайся, ВАЗа. Решайся. Вперед, 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 вперед. Правильно. Решай, да, да, чуть-чуть. Да-да-да. По мне так вообще кайфово альфа. Так, йог спустился вниз, а он уже не проблема. Все-таки на трех снарядки. Хорошо. А ты такой уверенный в себе, типа, я в себя не стрельну или что? Обалдеть. Чем я танкую? Ау, ну! 720. Хочу, чтобы этот подгорел маленько. Ай, не подгорит. В смысле? Я маленько не понял. Я же попал вроде бы в серое. Ну, ладно. Давайте, один снарядик мне осталось. Выдайте, все нормально. Блин, ну, неплохо. Ладно, неплохо, неплохо, неплохо получилось играть. Фармить? Нет, не фармить. Стоит ли забирать? Повторюсь, не помню, говорил я об этом или нет, смотря за какое количество золота-денег. В прошлое его появление, на самом деле, очень сильно удивило нашу, с вами, танковую общественность, потому что просили много, что-то там в районе 30 тысяч рублей за вот этот танк, который на фоне этой цены, ну, мягко говоря, ну, не слишком хорош. Ну, не за 3 мастер. В общем, вот так вот. Планочка такая же, наверное, как и была на 116. На 116 сейчас планка прям капец высокая. Там тысяч за 5, наверное, какой-нибудь второй знак классности. Там за полторы тысячи чистого опыта примерно. Наверное, так. Вот. Так что вот, я, ребята, считаю своим долгом познакомить вас с этим танком, который в будущем, возможно, будет в контейнерах. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, ну и, возможно, даже подписались. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok